здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня поговорим о важном для православных христиан события праздники об ощущении я бы даже сказал каком-то таинстве это преображение господне яблочный спас я специально посмотрел чтобы правильно прочесть название хотя может быть у него гораздо длиннее что ли название об этом нам расскажет сегодня заместитель благочинного церкви ливерского округа и отец евгений здравствуйте отец сергей здравствуйте добрый день дорогие братья и сестры я правильно сказал так вот ну яблочный спасли человека не очень выцеркленного ну или по крайней мере и относящего себя до православному верованием это яблоки это яблочный пирог что-то такое так далее ну и вообще это что-то такое приятное и в плане ощущений и визуальных и вкусовых а как церковь может скажет трактовать это событие ну во первых то что у нас 19 августа это преображение господа нашего иисуса христа на горе фаворе как говорят евангелисты это евангелист лука евангелист матфей и евангелист марк то что господь взяв собой учеников это петра иакова и иоанна зашел на гору высокую но не говорится конкретно то что это была гора фавор но по преданию церкви это вот выбрали такую да более-менее подходящий подходящий то есть высокая высокая гора вот и взойдя на гору что интересно ученики дремали заснули это мы видим также в гефсиманском саду когда господь идет на моление о чаше вот это перед распятием вот тоже ученики задремали высокая гора может быть разрежу воздух может быть может быть все на и когда христос зашел на гору ученики дремали то он преобразился преобразившись ученики соответственно проснулись то есть увидев христа преображенного они увидели также пророков двух пророков ветхозаветных это моисея и илью по преданию по церковному преданию илья вознесся на огненной колеснице ну не по преданию по священному писанию то есть вознесся на колеснице живым на небо вот и по преданию он должен перед вторым пришествием христа прийти с проповедью опять-таки жару ведь до подготовить верующий народ укрепить верующий народ вот к второму пришествию христа вот и преобразившись ученики увидели христа не в обычном теле но в таком преображенном то есть осветленном вот это что мы видим с вами на иконе преображение господня это христос стоящий и в таком ореоле то есть свете таком и справа и слева у него ветхозаветные пророки моисей и илья и также апостолы которые ну не можно сказать испугавшийся которые удивившийся чуду они вот падают и ниц от этого света ну как бы даже естественно до естественная реакция на света попадает ниц вот и в общем то есть фактически картину сейчас можно сказать описали их как бы много до вариаций самых разных и сказать в церковном исполнении в исполнении а светском но саму слова преображения преображение это изменение изменения то есть каждый человек может быть преображенным это у нас есть таинство такое покаяние то есть исповедь метаной изменения ума вот в каждую исповедь человек человек преображается, то есть уходит от грешной жизни, подходит к праведной жизни. Ну, а потом опять может нагрешить. Ну, святые отцы говорят, то есть, если ты упал, кайся, вставай, иди дальше. То есть можно сказать, что у человека каждый день может быть преображение. Каждый день может быть преображение. Ну, это, наверное, еще очень важно, что, ну, если мы возьмем сейчас светские подходы, то люди же ищут счастье, да, ну, вот по большому счету, и никто не может дать, что это такое, собственно говоря. Вот церковь как-то, к слову, счастье имеет какое-то свое толкование. Что это такое? Потому что вот к нему-то как раз люди и стремятся, иногда не задумываются, что для того, чтобы прожить жизнь счастливо, нужно вот и преображаться, то есть преобразовывать себя по ходу этой дороги. В миру, в миру, будем так говорить, то, что каждый человек стремится к своему счастью. Кто-то к большому заработку, да, кто-то успехов в карьере, да, кто-то к начальству, там, чтобы быть начальником. То есть у каждого, да, карьерист, у каждого свое счастье, так сказать. И оно не всегда другому кажется счастье. Но что интересно, то, что действие греха в человеке, да, оно трактует свое счастье, понимаете, да. То есть грех вот как раз действует на большой заработок. То есть если ты видишь в деньгах счастье, ты будешь все из кожи вон лезть, да, но чтобы вот именно... Но если же есть деньги, вот сейчас просто такой вопрос. Есть такой, знаете, в интервью обычно сдают любым от самых простых людей, скажем, да, так называемых звезд, что сколько нужно денег для счастья. Кто-то скажет, что мне нужно, да, на похлебку, чтобы быть не голодным, больше мне не нужно. Кто-то скажет, мне на новый автомобиль, кому-то квартира нужна. Мало того, мы знаем, что и в церковь люди приходят иногда и ищут специальные иконы. Каждая икона как бы отвечает за какую-то часть жизни. Кто-то хочет быть здоровым, кто-то хочет ребеночка, может быть, ну, есть какие-то проблемы. Мы знаем, что есть иконы, которым людям, как они считают, что они приносят какие-то, ну, могут помочь разрешить финансовые проблемы, скажем так, корректно. То есть, вот мера этого денежного счастья, деньги же они есть, их никто не отменил, даже цифровые, если будут. Вот как тогда трактовать эту историю? Кому-то на похлебку нужно, да, а кому-то на новый десятый дом по счету. Мне кажется, что не в деньгах счастья, а в их использовании. И если человек щедрый, то есть имеет милосердное сердце, то у него всегда будет избытки. Почему? Потому что если больше отдаешь, больше тебе приходит. Вот. Это, я думаю, то, что все успешные бизнесмены, да, и все успешные предприниматели, они, так сказать, будут за мои слова, которые я сказал. Вот. И те, кто участвуют в делах милосердия, Господь того не оставляет. Почему? Потому что сам Христос говорит, милости хочу, а не жертвы. А не жертвы. Человек может жертвовать своим здоровьем. Да, но не быть милосердным. И при этом будет этим здоровьем расплачиваться. Но человек, не имеющий здоровья, но будучи милосердным, он эту милость переносит в вечность. Ну, да, это вот мы подходим к тому главному моменту. Опять же, если православный христианин верит в то, что дальше ждет его лучшая жизнь, то он живет по определенным законам. Да, по определенным законам. Но для того, чтобы жить по определенным законам, вот эта вот система преображения существует. Ведь, например, в других религиях есть что-то подобное, да, когда человек в буддизме, например, что-то сходит на него. Мусульманская религия тоже позволяет свое толкование. Но в любом случае все вокруг человека происходит. То есть, получается, я часто задал вопросы вашим коллегам, ведь мы как бы рождены в грехе, да, исходя из толкования. Получается, что мы всю жизнь за этот грех должны расплачиваться. Это так? И преображать себя все время. Мы же не знали этого. Вот мы как бы, как, вот тоже любопытная такая история, ребенок до определенного возраста, он же даже и не помнит себя. И в этот момент он наиболее, наверное, искренен, откровенен. А потом он приходит в социум, как сейчас говорят, да. И вот тут начинается первый вариант. Обмануть, не обмануть. Значит, покричал, конфетку принесли. Значит, не покричал, не принесли конфетку. Или наоборот, покричал, конфетку не несут. Ну, значит, не работает эта история. То есть, грубо говоря, к чему я веду? То есть, провокация для человека всегда существует? Обязательно. Это нас кто провоцирует? Есть такой замечательный писатель у нас. Это Федор Михайлович Достоевский, который сказал замечательную фразу в книге братьев Карамазово, что сердце человека является полем боя Бога и дьявола. На протяжении всей своей жизни человек, живущий на планете Земля, он борется с самим собой. Вот как вы говорите, обмануть или не обмануть? Украсть или не украсть? А ведь хочется. Обязательно хочется. Всем хочется. Много чего хочется. И от человека зависит, на какой он будет стороне. Либо ему украсть и быть слугой дьявола, либо ему не воровать, а или отдать свое, и быть слугой Господа, Иисуса Христа. Да, но есть же такая теория, что если предположить себе сейчас как светский разговор, есть Бог, есть дьявол, есть два-две таких величины. Кто нас тогда провоцирует на эти события? Но ведь бывает очень часто… Ну, простой пример. Идет человек, видит, денежная купюра лежит. Ну, или как раньше, значит, кошелек лежит. Он может поднять его, отдать там, где потеряется. Это… Простите, пожалуйста, то, что перебиваю. Мне кажется, то, что сам себя человек провоцирует. То есть от меры его воспитания. И насколько он воспитан. То есть у нас, у христиан, когда мы крестим младенца, есть восприемники. Восприемники – это крестные родители. Мы с вами вернемся чуть назад к разговору, то, что он ничего не помнит, младенец. Но по всей строгости церковного закона должны за этим следить за духовным воспитанием именно восприемники. То есть те крестные родители, которые воспринимали его от купели. Крестный родитель – это не просто так. Это покрестил и забыл. Вспомнил на день рождения, ну и слава богу. Вспомнил на свадьбе, ну и слава богу. Нет, это они строже, во-первых, должны быть родителей плотских, то есть мама и папа, которые выделили. Строже. И строго относиться именно к духовной жизни ребенка. Смотри, несут за это какую-то ответственность такую. Вы просто не представляете, какую ответственность. Потому что духовная жизнь – это не хухрый-мухрый. Это не в носу поковыряться, не в поле перейти. Вот давайте мы, кстати, здесь сделаем небольшую паузу. Напомню, что в второй части мы поговорим более подробно уже о Яблочном Спасе, как проходит вся эта, ну скажем так, процессия. Тем более, что у нас все-таки преображенский слово особое. Но в завершении, подводя итог вот этого, потому что вы понимаете, что эта дискуссия может идти часа. Ну, я согласен, да. Главное, каждый человек должен сам для себя понимать, то есть вот это слово преображенский, преображение, ну скажем, перевоспитание, что ли, себя. То есть на каком-то этапе тебе помогают, да? Тебя обучают, дают себе инструмент, а потом сам. Я бы даже сказал, на протяжении всей своей жизни человеку всегда кто-то помогает. Но в дальнейшем главное ты должен понять, куда, например, пойти, если тебе тяжело. Да, 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 да. Куда именно пойти тебе, если тяжело, да. На всей протяжении жизни человеку помогает. Невидимо предстоит Господь, невидимо предстоит ангелы, невидимо предстоят все святые, Божья Матерь. И они на протяжении всей своей жизни, на протяжении жизни человека всегда помогают. Это безусловно. И направляют кто-то каким-то человеком, кто-то каким-то... Вот знаете, я изменяюсь, чуть-чуть отойду в сторону. Когда человек говорит, вот я достиг, да, я вот, я выучился, да, я... Я сделал это. Я сделал это, да, я, я, я. Ну, это эгоистический человек. Не может быть человек, вот у каждого есть мама-папа, это раз. Тогда мы сделали это. Да, мы сделали это, это будет, да, шедевр. Вот мы сделали это, первую часть мы поговорили, вот, а во второй части продолжим. Напомню, что в гостях у нас заместитель Благочинова Церкви Люберецкого округа Иерей Отец Евгений. До встречи. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Говорим сегодня о яблочном спасе. У нас в гостях заместитель Благочинова Церкви Люберецкого округа Иерей Отец Евгений. Отец Евгений, я так понимаю, что яблочный спас-то для нашего храма, для одного из наших Люберецких храмов, очень важен. Ведь он носит такое название. И вообще, Преображенский, очень много же на Руси, и за ее пределами, да, православ. Почему такое любят именно Преображенским собором, Преображенским храмом называть? Ну, опять-таки, окунемся в историю. То, что это в честь Преображения Господня, то есть на горе Фаори. Такое важное. Да, важное. Это очень важное событие. Это двунадесятый господский праздник. Что это означает двунадесятый? То есть один из главных? Ну, есть, да, один из главных праздников. Есть праздников праздник, это Пасха, он не входит в состав двунадесятых. Это прям отдельный праздник праздников, да, это победа над смертью, воскресение Христово. Есть 12 таких главных праздников, это вот двунадесятые, двенадцать праздников. И один из них – это преображение Господа нашего, Иисуса Христа. Вот. Поэтому так… Этот праздник пришел из Греции. Вот. Из Греции. И этот праздник именно в августе. А в чем в августе? Вот в том-то идее. Из того, что в Греции? Ну, сейчас это… Давайте расскажем. Окунемся в это. Раньше был языческий праздник в Греции – это поклонение винному богу. Дианисе. В древнем Риме Дианисе это называлось. Да, да. И это поклонялись винному богу, собирали виноград. Вот. И это было язычество. Соответственно, когда Константин Великий принес христианство, и мы с вами знаем то, что из Рима перенеслась кафедра императорского управления именно в город Константинополь, он начал освящать. И именно в августе был для такой педагогический праздник, да, воспитания. Это вот привержение Господня. И это… Не освящались яблоки. Это у нас в серединной части России, да, у нас здесь цветут яблоки. А там виноград. А там виноград. Вот там освящают виноград, а у нас освящают яблоки. И отсюда у нас яблочный спас. Ну и понятно, что все, что связано с яблоками, то есть соответствует как бы, ну я имею в виду сами яблоки поесть, там пироги. Да, да. И такие-сякие яблоки. Ну что интересно, по всей педагогике, да, здесь мы тоже затмеваем язычество. То есть здесь не поклонение яблокам, да, не поклонение там яблону Богу какого-нибудь, да. А именно поклонение Христу. Вот в чем весь аспект. То есть яблоки как элемент вот этого праздника преображения. Да. Нет, мы вспоминаем покорение Христа над язычеством. Ну то есть… Ну и потом, ведь яблоко, помнится мне, для христианского это особое, история. Яблоко раздора – это не то. Но все равно же яблоко. Ну там не сказано, какой фрукт. А, опять же, может быть тот фрукт, который рост. Это может быть инжир. Вот это сто процентов то, что из финикового дерева, да, были сделаны Адамом и Евом одежды. Из финикового дерева. Из финикового дерева. Из яблок. Да, да. Не из ели, не из сосны. Так что яблок в финиках раздора тогда должен. Ну, я не говорю то, что это финик. Это там был плод. 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 Это не сказано. Ну, это некая, наверное, история. Это уже, как бы, существует некая такая преемственность, что ли, да, от наших предков. Это вот именно яблоко почему-то. Ну, в данном случае мы говорим именно о яблоках, как о этом элементе этого празднества и элементе преображения Господня, как дня 19 августа, напомню, у нас будет преображение Господня. Как будет отмечаться у нас здесь? Как это проходит? И что должны делать, скажем, верующие-то наверняка знают, а люди, которые, ну, скажем так, подцеркленные, но готовы поучаствовать? Куда прийти? Что приносить? Ну, соответственно, у нас есть божественная литургия. Это самое-самое, что не есть вот у нас у православных. То есть это служба такая праздничная? Да, это будет божественная литургия, праздничная служба, где будут освящаться плоды в нашем престольном соборе, то есть у него престол будет праздник, да, который возглавит, надеемся, то, что возглавит, наш правящий архиерей, владыка Аксии, наш святитель, который был, кстати, здесь у вас гостяк. Кстати, нам надо позвать его в гости, давно не было. То есть надо принести плоды, да? Плоды, да. А какие именно? Яблоки? Яблоки, груши, да. Ведь, знаете, в Ветхом Завете еще в книге Второзакония, да, когда люди собирали плоды все, там, и пшеницу, и масло кто-то взбивал, да, они приносили для освящения и для жертвы, для жертвы Богу. Для жертвы Богу. Вот свои плоды, которые они, собственно, ручно вырастили, собрали. Это некая благодарность Богу. Ну, опять же, да, вот если бы аналогия с Константинополем, там точно так виноград приносят, да? Да, а здесь вот его фрукты. И для освящения, и для жертвы. То есть что-то принести, оставить, и что-то принести и забрать. Да, и забрать, да. Вот сейчас у нас будет начало Успенского поста, и это начало Успенского поста у нас начинается с изнесением честных древ Господа нашего Иисуса Христа. То есть его чеснага и животворящего креста. В простонародье это Медовый Спас. Медовый Спас, да. Медовый Спас. Он начинается с 14 августа. 14 августа. И что интересно, то, что вот именно в изнесении честных древ, да, люди заканчивают, так сказать, сбор мёда. Ну, это в древности. Сейчас можно круглогодично собрать. Да, да, да. Вот, но, соответственно, честное древо, почему именно вот попало на вынесение честных древ? В связи с тем, то, что раньше мёд, во-первых, был в лесах, и мёд был в ульях, да, диких пчёл. И, соответственно, был период времени, да, когда было, нужно было оттуда... А это очень сложно. А это было очень сложно. Это надо на ульях ещё, во-первых, в лесу найти этот уль, да, потом залезть на этот уль, да, потом, а пчёлы дикие, это не пчёлы домашние. Хозяин их не приучал к тому, и говорит, это... Соответственно, это как раз заканчивался на 14 августа. Ну, то есть, это такая, как бы, важная работа. Процесс, это целый процесс. Что интересно, то, что на Стретине Господне есть такое Стретинские свечи, да. Вот когда из сот доставали мёд, оставался воск. И до Стретине Господне этот воск катали в свечи. И отсюда название Стретинские свечи. То есть, приносили, да, и освещали вот эти вот свечи, которые период с августа месяца, да, с сборки всего медового урожая, они вот катали свечи до Стретине Господне. Ну, в итоге получается, что вот этот яблочный спас, как элемент, скажем, праздника вы рассказали, так же и приносятся плоды, любые плоды собранные, ну, желательно, что... Вами может быть собраны, ну, или в крайнем случае, конечно, на артном магазине купили, но кто-то же их собрал. Ну, кто-то собрал, вот, и говорю то, что это в знак благодарности Богу, то, что Господь благословил урожай, да. То есть, дал нам благословение, потому что без... даже сам Господь Иисус Христос говорит, без меня не можете ни творить, и ни чесожа. То есть, без Бога нельзя ничего творить. Даже мы сейчас с вами сидим, мы думали, что это мы собрались, да, то, что вот позвонили, да, да. То есть, без Бога ничего. Есть также такая замечательная, простите, русская пословица, без Бога не до порога, вот. Ну, а люди, некоторые любят говорить, судьба. Ну, судьба, я знаю, церковь не приветствует, не приветствует, не приветствует такого слова. Это какая-то замена, что ли? Да, ну, я думаю, да. Для тех, кто не особо здесь. Да, да. Все у Бога промыслительно. Господь великий промыслитель. И недаром, да, был создан Адам, и недаром была создана Ева, да. Почему? Если было создан Адам и Адам, соответственно, все бы закончилось. Полаганная история. Нет, все бы закончилось. Тут же. Тут же, сразу же. Если бы была создана Ева и Ева, да, опять-таки, все тут же на корню бы пресеклось. Именно Адам и Ева, именно мужчина и именно жена. И именно Господь говорит им, да, плодитесь и размножайте, и населяйте земли. И да убоится жена мужа своего. Это я помню тоже. Это да убоится. Ну, тут... Нет, ну, это я из контекста, конечно, вырываю. Вырываю. Ну, мы завершаем наш сегодняшний разговор об этом замечательном празднике. А надо готовить? Можно готовить, да, какие-то пироги? Обязательно. Обязательно. Варенье. Обязательно, обязательно. Можно и варенье варить, можно и пироги. А варенье можно принести, освятить? Или все, как же плоды? Вы знаете, мне кажется, все можно принести и освятить. Если понимать, для чего ты это делаешь. Это если ты понимаешь, для чего ты делаешь. Если ты это делаешь так, бабка сказала, да, то лучше не надо. И вообще лучше не надо освещать плоды. Ты лучше ты приди и спроси, да, что, как, да, как правильно, и зачем это, и для чего это. Вот мы как раз с вами разъясняем. И принеся эти яблоки потом домой, оставив часть в церкви, часть принеся домой. Их как надо положить и ждать пока? Нет. Или можно их? Нет, их можно употреблять в еду. Но опять-таки, каждая еда, да, она должна быть благословлена Богом. То есть не просто так, как, я извиняюсь, в сарае, в загоне свинья делает, да. Сел, нажрался от пуза и пошел. Ну, хотя бы, Господи, благослови, да, и наложил крест, да, и сам перекрестился. Господи, благослови. Есть замечательная молитва Христова. Это молитва Отче наш. Я думаю, то, что множество людей, да, из нашей православной Руси, да, знают эту молитву из детства. Вот. Можно прочитать эту молитву. Благослови. И будет, как говорится, во благо. Во благо, да. Ну что ж, спасибо огромное. Напомню, что 19 августа преображение Господня, яблочный спас. И мы понимаем, что есть еще медовый спас, как вы сказали, и третий спас. Есть еще ореховый спас. Это уже конец. Сентябрь, туда октябрь, да. Не, почему. Это конец августа. Это 28 число. Когда орешки созревают. Да, как раз, когда созревают орехи. Вот это. Но это не ореховый спас. Это поклонение иконе, иконе спаса нерукотворного. Вот. Это тоже исторический момент. Ну, я думаю, то, что мы затронем как-нибудь в другой раз. Хорошо. Потому что это... Да, это... Нет, мы понимаем, что любая тема, связанная с православными... С православными. Так сказать, с православными праздниками, тем более. Это разговор надолго. Это целая история. Это целая история. Но у нас все коротко. Главное... Мы здесь закоснулись. Да, мы поняли, что 19 августа вот этот праздник. Не забудьте подготовить плоды. Вам большое спасибо за то, что пришли к нам в студию. Напомню, что в гостях у нас был заместитель благочинного церкви Люберецкого округа. Ирей, отец Евгений. А меня зовут Николай Певненко. Это была программа «Открытый диалог». Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова